Чем вам интересно биорисование 15-43? Хороший вопрос, Коля. Хороший вопрос. Что такое биорисование? Это чем вы сейчас занимаетесь? Это рисование биологического направления. Коля, я могу ответить тем, что это уникальный предмет. Нет? Да. Тем, что это реально уникальный предмет. В большинстве школ нашей страны такого предмета просто нет. И не только нашей страны. Так, подставки все взяли? Берите подставочки. Вы на занятия, когда обсуждали особых стилей, не отсутствовали, какие требования, в смысле, в линии к биорисунку? Сейчас покажу. Биорисунки не бывают лохматых линиев. Карандашик, видите? Вот, посмотрите. У вас здесь, ну, это совершенно нормально, когда делают эскиз или набросок. Выбирают несколько раз правую треню, для того, чтобы потом выбрать, какая из них правильная. Такая линия называется лохматая. На эскизе они все такие. А вот теперь на готовый, завершенный вариант, посмотрите. Есть ведь одна лохматая линия, или все линии жесткие. Вот, единая. Поставил карандаш, провел карандаш. И никакого вот этого вот виляния вокруг линии нет. Значит, это первое требование. Вторая вещь. Вот, посмотрите, вот ни одной тени нет, да? Рисунок только извиняем. Тем не менее. Понятен объем. Вот колено, допустим, находится на одном уровне с пальцами, а выше пальцев или нет, что-то больше. А как же тени нет? Или вот. Опять же, никаких теней нет. Объем этих черепов понятен? Понятен. А как это удается на линейном рисунке? За счет яркости линии. Вот такие линии будут называться сильные линии. Яркие. А вот эта линия слабая. Так. Значит, есть два правила. Первое. Внешне-контурная линия по отношению к внутреннему. Она всегда сильная. Внутренне всегда слабее внешним контурным. И второе. Какая линия сильнее? Участка приближенного к вам или удаленного от вас? Смотрите на ссылки. Да. Вот для того, чтобы за счет линий передать эффект объема, то, что проваливается в глубину, делаете не такое сильное, а то, что выступает на вас, усиливаете. Но вот общие правила звучат, как видите, очень просто. Ну, если попробовать их воплотить в жизнь... А что вы считаете, не получаете? Да, и не успокоится. Значит, тоже сумеется говорить. А не получается? Сейчас мы здесь держим своё на... Посмотрим. А что вы считаете, не получается? А плоская она... А плоская она... Вы пока не задали ответ. Ну, сейчас даже не глянем. Ну, надо еще чуть-чуть, слишком дальше. Ну да, ну да. Значит, во-первых... Во-первых, сплава... Да, немножечко, ну так. Она вот сюда выше пошла. Вот так, да? Я открыл здесь больший участок. Вот эти плосочки выше лежат, на самом деле. Вот, смотрите, вот у вас последний зуб, да? Горизонтор, если вы приведете, опускается ли эта стенная пластина ниже линию последнего зуба? Сюда нам скажется или нет? Да. То есть вы считаете, ну так, срезонтально. Что сначала закроет карандаш? Зуб или костяной? Давайте, смотрите, смотрите. Я поднимаю карандаш. Что сначала будет закрыто? Зуб или костяная пластина? Зуб. Зуб. А это значит, кто ниже? Зуб ниже. Зуб ниже. А у вас? У меня жут. Нет, а у вас зуб выше, как мыть, приподним. Угу. Так. Теперь. Ну, это мы на плазничную отростку, конечно, сюда ездили. Вот так. И вот, правда, плазница, конечно, стала поменьше. Да, это у вас было легковато. А вот все детали сделайте выступающей там и так далее. Вот это линия на плазничную отростку. Вот поправьте сейчас то, что я здесь вам говорил. И вперед. И вперед. И вперед. И вперед. Чтобы у вас был образцовый рисунок. Табель совали в черепаху в ваших предшественники. Это любимый материал. Шум. Шум. А потом посмотрим, как можно без всякой шлифовки, без всякого отточкования, все-таки попробовать перетягивать альбом. Альбом можно перетягивать. Давайте. А вы под тем альбом рисуете, что в прошлый раз или нет? Да. А тогда у меня вопросики. Обратите внимание на этот участок и сравните его с шириной. Или вы вообще лежите на парте, когда рисуете? Ага. Вот так для меня всегда тайной остается. Зачем выбирать такую точку рисования, в которой неудобно сидеть? Это у меня одна небольшая напраска. Мы вот так вот ставим этот объект. А сама залезала под парту. Я не шучу. Она там сидела, под парту. Так? И рисовала, вот так выглядывая чуть-чуть сверху. Зачем ложиться на парту? Ну давайте я попробую. А, ну тогда да. Тогда все получается так, как вы нарисовали. Ну ладно, нравится лежать и лежить. И видишь, что вокруг них, ну абсолютно не просто дырка, а там такое углубление с хорошо виденными краями. Понимаете? Так? Во-вторых, вот на этом участке. Здесь тоже, вот здесь участок с теми, хорошо. Вот здесь вот рельефчик. Вот здесь идущий. Вот давайте весь рельеф, который видно, тонкими линиями нарисуем. А дальше уже будем лепить объемы из этого хозяйства. Намного больше похоже на правду, чем то, что у вас до прошлого занятия было. На что обратим внимание. Вот у вас вот этот участок черепа почти прямоугольный. Ну прямоугольник со сблаженными углами. Да. А то теперь прикиньте, вот этот отрезок больше, как показывают эти карты, да? Или вот этот? Так будет первый отрезок, это второй. Какой длиния? Второй. Вот этот, второй длиния, да? Нет, вот этот. Вот это длиния, первая. Да. Хорошо. А у вас? Раз. Два. Они почти одинаковые. В чем дело? А дело в том, что вот эта линия, вот отсюда идущая, вот так вот, видите, она закругляется. Вот этого выступа нет. Так. И дальше. Вот это окно, на самом деле, не такое широкое. Оно лучше. Вот так вот. Вот теперь вы видели? Да. Добавите. Видишь, первое, что вы набросли? Как тебе кажется, сейчас больше похоже на эту правду? Давай карандаш. Вот сейчас посмотрим, что с этим делать. Ну, во-первых, тут не такими яркими, а очень спокойными. И слабыми линиями показываем объемы. Видишь вот эту линию, которую я сейчас проведу? Да. Тень вот лежает, а здесь более светлый участок. Ну, в чем дело? Это начинается безсрочное окно. Безсрочная яма. Так. Так. С этой стороны ровно тоже самое. Так. Вот этот, Паша Масковлук, уже мозговой коапсулы. Он туда выехал. А это у нас височное окно. Теперь. Серединка переносится приподнята над привлазными участками. Слабенькие линии. Вот этот шов между двумя носовыми костями. Они у нас с вами у людей очень маленькие. Носовые кости. Все-таки есть. Так. И теперь. Значит, носовая вырезка обрадлена выступающим ребром. Вот как показать линиями, что это ребро. Смотри. На некотором расстоянии проводим дублером. Вот сюда обладаем, да? И потом я немножко поиграю с этим дублером, и ты увидишь, как вообще станет понятно, что это острая грань, поднимающаяся над скуловой через чай. Так, что еще надо? Ну, здесь мы сделаем дублер. Ну, и дублера. Вот, смотри. Вот здесь вот более полуковая стенка глазницы. А вот здесь она полуковая или ребра? И вот здесь. Ребрались? Да. Вот технические ребрались. Прогрели в дублеру? Расмельчение. Сейчас я вам кусочек обработаю для того, чтобы хотя бы немножко помнить, как ведется работа. А дальше уж попробуйте. Детали. Детали у этого черепа очень много. Поэтому, если уж есть детали, она важнейшая. Других нет. Ступление усилено. Чтобы она была не слабее контур. Так. Еще вот эта очень важная линия. Усилена. Ступление. Но одного усиления линии недостаточно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Сейчас я друг очки возьму. Потому что теперь надо очень точно. Без очков у меня уже просто не выйдет. Так. Хорошо. Вот линия усилена. Но вот эффект недостаточный. Смотрите, что я делаю. Здесь я провожу дублеру с внутренней стороны. Очень важно с такой стороны мы будем проводить линию. Потому что эффект окажется прямо противоположным. А вот здесь я не усилил. Видите? Я стою не вне слабыми. И слабенькие дублярчики. Так. Ну, во-первых, ни один шов таким прямым не бывает. Они же все очень известные. Они вот такие. И в этом месте, видите, я совсем рядышком с этим краем, по швол тоже, по сути, дублеру дал. Пересечения шволка и врача. ... Стопаем этот секретный вызов. Понятно? Только попробуйте все-таки удержать свой темперамент и не ставить дублеров до бесконечности где-нибудь. К ним надо очень корректно относиться. Вот видите, в каком месте? В том месте, где тень посильнее, я дублеров провожу, а здесь больше освещено. Начало шва ярче, а продолжение сложно. Шов ушел туда, в глазницу, там ярко, а здесь сложно. Внутри глазницы дублеры есть, а вне глазницы нет. Все одно глазницы провалилось. Ну что, трогайте. Хорошо. Так. Ну что, четыре глазницы вас исправляют? Ну да, четыре снарядные шрифты надо. Угу. Ну что, давайте попробуем немножко поиграть. Давай карандаш. Так. Ну с контуром у вас все совершенно нормально. Сейчас мы ему сделаем оживелье, но с зубами. Что за волк без зубов? Понимаешь, что я делаю? Угу. Да. Но меняется вы стоите? Да. Чтобы был один голый контур, а сейчас уже появляется представление объемной формы. Вот примерно вот так. Попробуйте за зубами разобраться. И тогда перейдем. Ну что, для начала совершенно изрядная вещь. Вот давайте смотрим такую вот. А, понятно. Все, не трогайте. Не трогайте. Так. Вот это у вас, вероятно, серединная шрифта. Вот. Но у вас получается, что он вот здесь как-то исчез. или он прослеживается прям танцевой вырезки. Угу. А это значит. Ну просто, давайте я так. Вот так выделить. Это значит, что он идет вот так. Вот у вас линия, делящая череп на левую и правую половину. И сразу становится понятно, что глазницы, на самом деле, вот так вот. Вот она. Угу. 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 Давайте сравним. Угу. Угу. Ясно, что оно меньше, но намного ли меньше? Помните. Вот это? Да. Немного, да? Вот высота глазницы. Видите? Примерно то же самое. Так что не слишком большое. Оно временно такое представление. Вот носовую кусть. Сюда же носовой вырезки. А носовая вырезка подкручивается, да? Загибается. Вот. Вот. Вот теперь. Какую-то совсем чуть-чуть поправлю. Вот здесь, вот здесь. И все. Очень славный. Так. Так. Так.